Существует древняя легенда о том, как была основана обитель. Это драматическая история, в которой действуют персонажи преданий далеких лет, византийский император Феодосий и его сын, юный отрок и будущий владыка державы Аркадий. Дело в том, что некогда византийский император Феодосий своим сыном путешествовали по морю, и вот приключилась буря. Четные поиски тела наследника, казалось бы, навсегда погибшего в буре, так ни к чему и не привели. Но вдруг отчаявшиеся путники нежданно-негадно отыскали. Вполне здоровается и лёхонького царевича, крепко спящего на берегу в тени куста. Отрока разбудили, и он поведал спутникам, что уже погибая в волнах, возвал к заступничеству Богородицы, и свершилось чудесное спасение. Ватопед – куст отрока. Так переводится с греческого название обители, возведенной тогда по приказу счастливого отца императора. Образ Пресвятой Богородицы был поставлен в алтаре соборного храма. Ему дали наименование «Отрада», а спустя несколько столетий к этому названию добавилось ещё одно – «Утешение». Считается, что эта икона чудесным образом поспособствовала тогда предупреждению обитателей монастыря от коварного нападения разбойничьего отряда. Икона всегда была почитаема на Руси. Пресвятая Богородица не лишит народ русский своей защиты. Обращались с древних времён к этому образу наши предки. Икона своеобразна и по своему написанию, по композиции святых образов. Божья Матерь на нём держит руку маленького Иисуса, поднося её к губам для поцелуя. Очень человечное движение любящей матери. Вполне земное чувство, запечатлённое мгновение. Чувство гимн любви – символ жизни. Надо добавить, что по существующим с древности поверью, молитва перед этой иконой помогает в исцелении от недугов, защищает от несчастья, эпидемий и даже стихийных бедствий.